Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Матиас Том Гаймутс из Цивола в присутствии Ларса Парсена. Первая половина 1640-х годов, холст масла 152 на 205. Такая приличная картина, большая. Матиас Том – нидерландский художник из группы утрекских караваджистов. Большая часть его работ посвящена античным сюжетам и, в частности, римской истории, отражая приверженность творца классицизму, с которой караваджи не имел ничего общего. Содержательной основой этого полотна является предание юному римскому герою Муце из Циволи. Первые упоминания легенды восходят еще к периоду ранней Римской республики. Молодой патриций пробрался в шатер осаждавшего Рим и трусского царя Ларса Парсена, чтобы убить его. Однако, по ошибке, римлянин вонзил нож в тело придворного писака, после чего был схвачен и привезен к повелителю. Циволи объявил правителю, что 300 юноши покляли с ценой своей жизни убить его. От дерзкого пленника потребовали раскрыть детали заговора под угрозой пыток и казни. В ответ на это он вытянул свою правую руку над пылающим алтарем и держал так до тех пор, пока она не обволилась. Парсена, потрясенный таким бесстрашием, приказал отпустить его и заключить мир с Римом. Именно после этого случая Гая Муция прозвали Сцеола, что означает «левша». Патя Стом изображает на своей картины наиболее драматический, кульминационный момент, описанный выше истории, что было свойственно последователям Караваджо. В то же время он утверждает на холсте торжество духа, высокой гражданской морали, тем самым задолго предвосхищая появление работ мастеров неоклассицизма, таких как Жак-Луи Дави, для которых подобное, связанное с самозабвенной преданностью государству нравственность, станет основной темой творчества. Ну вот такое описание картины Матиаса Стома, Гаймуца Сцеола в присутствии Ларса Парсены, первая половина 1640-х годов, холст масла, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.